Пойдем дальше. Сейчас будет грустный разговор чуть ниже. Это абсолютно дебильная технология человека, который настолько, называть его настоящим именем, сомневаюсь, что он когда-нибудь сам прочтет или увидит этот вебинар. Люди из другого мира. Они не собираются учиться. Ему достаточно того, что он прочел до того. Начнем с хорошего. Настоящим подтверждается, что данное дерево, дуб, является старейшим деревом города Москвы. Его возраст в 2020 году 432 года. А теперь смотрите. Видите, повезло же, никто не ухаживал. Ну ведь повезло же, но вы обратите внимание, никто не убирал это листья дубовое. А почему не убирал? У нас вот такие вот все обучищено. Сайногорские эти самые заставляют эту дурную работу делать этих же целыми этими бригадами с граблями. И плюс еще этих, как не домовые, а как это, которые по дворам-то метут. Ну и во память, все. У меня уже выпадают слова из этого. Дворники, вот. А вот тут повезло как? Посадили нормально. Корневая щейка не могла сгнить. Вот. И она прожила, я специально, я случайно его нашел. А я знаю, там на небе кто-то ничку дерг, я взял, мышку нажал и... Господи! 432 года. Как умудрились? А вот ниже чистейший идиотизм. Сейчас я отвезу душу, я не могу иначе. Я не могу, понимаете? Вот нормально, это дикоросы. Почему это не сад? Посмотрите, рядом ширина какая. Это автотрасса. Автотрасса. Это обычные дикоросы, я бы узнал, если бы это были плодовые. Вот. Мы просто дикоросы. Принято их белить, белят, дурю маются. Им, ну, ваша поделка, нахрен не нужна этим деревьям, господа. Но главное-то не это. Понимаете, в чем дело? Человек учит, учит тысячи и тысячи людей. 20 тысяч подписчиков. Если я говорю, 20 тысяч. Они-то за что? Им-то за что вот это вот сдуру поверили этому человеку? Смотрите. Как проводить? Сейчас поймете, и вы ужаснетесь. Даже сейчас еще многие не нуждутся. Обычное дело, ямку полили. Как проводить влагозарядковый полив осенью? Заметьте, осенью, не зимой. Влагозарядковый полив – это увлажнение деревьев и кустарников большими объемами воды. Что такое большой объем? Ну, понятно. Включил насос и ушел. Растениям влагозарядковый полив нужен для того, чтобы защитить почву от мороза в зимний период. Деревья и кустарники будут снабжены длительное время влагой для развития крови системы. То есть, длительное время гнить будут корни. Перевожу пока только это. Длительное время будут гнить корни. Как известно, корни у деревьев и кустарников даже зимой растут хоть незначительной степени. Вот это им известно, да. Я взял, выделил. Защитить почву от мороза. Смотрите. Итак, была почва. Пусть когда-то были посадки короса. Этого дерева может 5-10 лет. Смотря какой сорт или какой вид. Когда-то посадили. Конечно, при посадке не обрезали. Корни залесили. Возможно, ему 10 лет. Просто потихонечку развелся. Никому не мешал. Оброс этим самым. Кстати, листья могут тоже убирать. Некрасиво, когда листья лежат. И появился дерн. Появились подземные этажи. Вот они, смотрите. Это я потом. Сейчас вы еще не почувствовали, как я. Но я не выдержу. О, умный из умнейших. Это правда. О, мудрый из мудрейших. Помните, как это самое. Хаджа Насавидин говорил. Кто больше наклоняется, тот, значит, больше любит подишах. То есть, когда кланяется, кто больше кланяется. А потом начал зарядку проводить. Ну, это из фильма знаменитого. Про Насавидина. Глубже, сильнее кланяется. Сильнее. И здесь получается так. К этому дереву нельзя были подходить. Почему? Там была уже готова зайти. Вот аэрация, канализация, водоснабжение, вентиляция. И я был вынужден написать. Почти 20 тысяч подписчиков ты заставляешь горбом. Помните, на середину. Это тебе кланяются люди. Потому что они возьмут лопаты, по нему ли будут кланяться. Горбом и потерей времени уничтожать плодородие почвы. И потом всем 20 тысяч садоводов, туда было написать, угробивших свой сад, жрать отраву в супермаркетах. Теперь по существу. И так, все было нормально. Росло себе. Может, доросло бы до этого. Что надо было сделать? Чтобы защитить от мороза, он взял и уничтожил защиту от мороза. Он оголил корни. Представляете, защиты больше нет. Все. Теперь здесь будет стоять вода зимой. Она будет замерзать. Она будет оттаивать. Дерево начнет гнить. Понимаете? Вот это самое страшное, что можно было придумать. Не трожь, растет. Оставил покой. Ты не Господь Бог, которого ты отменил. И вот это вот теперь клака настоящая. Выглядит, я надеюсь, в ваши глаза. А дальше пойдет гулять по свету. Мне жалко эти 20 тысяч подписчиков. Это что за идиотизм? Сам-то ты, тебе надо было этих 20 подписчиков. Потому что там дальше идет реклама, реклама, реклама. За что? Дерево-то за что? Ведь это же из 20-15 тысяч возьмут и начнут делать то же самое. Перед зимой уничтожать дерево. Гробить почву, гробить червей, гробить этих самых муравьев, гробить грибы. Все, все полностью. Ведь вода все уничтожает. Вода в данном случае страшнее огня. Она уничтожает все это плодородие. Гниют корни. Кислорода там нет вообще. Помните эти, чуть не обозвал их, которые сперва траву выгребли с сада? Ну, показали, как выгребать. Чтобы дураков-то хватает. А потом, говорит, выгребли траву, значит, этих аэритационных ходов-то не будет. Ну, раз травы нету, значит, эти уйдут или умрут. Черви, они же не могут без травы, без листьев. А это все выгребается. Не может быть так. А потом берут вилам и тысяча с моим кислородом. Вилами кислородом. Вот в голове не держится, а идет, ой, извиняюсь, уважаемых феи-то. Симпатичные девочки. И куда-нибудь другое бы место хоть польза была бы. Вот. А то у нас симпатичная. Ладно. Опять не туда уеду. Вот это вот дурь. Я когда посмотрел на это рисунок, на эту фотографию, мне страшно стало. Страшно за 20 тысяч, 19 тысяч подписчиков. А потом их будет 190. Вот у этой, у Железа, вот из Татьяны, у Сергея, у них будет 200 подписчиков, а у этих будет 100 тысяч. Посмотрите. Я не знаю, чем это объяснить, но вот так оно будет. Вот идиотизм. Вот вы понимаете, преступление. Ведь уже в сталинское время, я иногда вспоминаю, я старый большевик. Представляете, я одеваю эту кожанку, револьвер на бок. Нагану или револьвер. Вот. Сажусь в воронок, у меня документ. Чрезвычайный комиссар. Приезжаю к этому Кудряшову и говорю. Значит так. С чего ты взял, что вот так надо это? Вот. Сейчас не ответишь, мы у тебя в стенке расстреляем, чтобы другим не было. Откуда ты это взял? Он скажет, да, найдет учебник. Вот что самое страшное. Только он его интерпретировал по-своему. Там нигде, ни разу не читал, что надо раскапывать. А он же как, лить-то куда-то воду надо? А здесь уклон. А просто сказать, кинуть шланг, она не такого. Вода бы стекла бы и все. И особого вреда не нанес. Теперь твои доводы где. Раз в учебнике написано, значит, трое яму и заливай. А я, значит, дружил с крупнейшим садоводом, которого я говорю с предыдыханием. И все-таки он ошибся. Я мотаю на ус. Константинович. Это зимой встречались. Я, значит, все эти древи. Речь шла об яблонях. У него был в основном яблоний сад. Значит, я взял, поливал, поливал, поливал. Потом, говорит, зима наступила, оттепель наступил. Я еще поливал, поливал. Во время оттепеля уже снег лежал. Но оттепель, это когда температура где-то близко к нулю. Еще полил. А весной у него не проснулось пять яблонь. Он на тот момент сам не догадался. Я тоже, откуда я знаю, виноват ли тот полив этот бесконечный, что он устроил. Но яблонь не проснулись. Когда в этой посолке майна дерево загубить, без специального, если этим не заниматься, вот как здесь, или как он, лил-лил воду. Невозможно загубить-то. Они терпят влагу. Мой Тимошка и тот сказал. Вот слышали, что он сказал? Нет? Мы взяли, вишню спилили. А она вместо того, чтобы помереть, выбросила там штук пятьдесят веток. Почему? Он-то запомнил, он, девятилетний ребенок, запомнил это слово. Влага. Он так и написал, что, ну, правда, пусть мои учебы, что они не сгнили, потому что не было влаги. То есть от влажности не сгнили. Поэтому не вечная. И вот тут весь себя дерево перерывали. Что же ты натворил-то, идиот? Слово вырвалось уже. Что творят? Где в природе ты такое видел? 20 тысяч подписчиков уничтожат свои сады. Это специально, вот специально. Я говорю, сейчас, это время, Сталин, если бы такие вещи были бы, Чёрт его знает. Прошло время, поменялись там наверху. Памперсы, что ли, виноваты, что ум потеряли, когда перестали это, охлаждать наружные полуорганы. Заодно и ум потеряли. Так, сколько времени? Два суток осталось. Значит, пропустить. Это тоже тема. Это гибель деревьев. Снег садится, они гибнут. Тут он выкапывает высоковольтые провода, а если у него есть сад, он должен то есть так же из деревьев делать. Бывает такое?